Издательство Эксмо. Артём Кирмичи. Психосоматика. Как распознать и обезвредить хронический стресс. Пролог. Если вы слушаете эту книгу, то, возможно, вы уже слышали слово «психосоматика». Может быть, оно встречалось в разговорах, в средствах массовой информации, в комментариях специалистов. А быть может, вы подозреваете, что психосоматическими могут быть проблемы со здоровьем у вас или у ваших близких. Если это так, то вы уже знаете, что психосоматика как-то связана с влиянием стресса на здоровье и качество жизни человека. Эта книга — попытка обобщить опыт и знания психолога и гипнотерапевта. Она основана на ежедневной практической работе с клиентами, их многочисленными проблемами и запросами. Я надеюсь, что книга поможет вам оценить и проанализировать собственный опыт, получить новые знания и переосмыслить некоторые аспекты. Основная ее цель — более здоровая, счастливая жизнь для вас и ваших детей. Глава первая. Психосоматика. Что это такое? Психосоматика включает в себя две науки. В первую очередь — медицину, во вторую — психологию. Она изучает зависимость друг от друга физического и психического здоровья. А именно, отвечает на вопросы, как эмоции и чувства, возникающие у человека в процессе прожития жизни, влияют на его здоровье. Что происходит с организмом в момент их возникновения и в длительной временной перспективе. Какова взаимосвязь психического процесса с процессами роста, развития, функционирования и старения тела. Какие физические и психические заболевания возникают у человека в результате тех или иных эмоций и чувств. Как скорректировать свое поведение, чтобы можно было избавиться от уже существующих заболеваний и снизить риск возникновения болезней в будущем. Прежде чем перейти к психосоматике, необходима небольшая историческая и философская справка. Согласно теории антропогенеза, более похожие на человека, чем на обезьяну существа, появились на Земле около двух миллионов лет назад. Именно тогда они начали использовать первые примитивные орудия труда. Приблизительно через 500 тысяч лет наши предки стали добывать огонь для приготовления пищи, а еще через миллион в Европе появились первые неандертальцы. Подождите, а какое это имеет отношение к психосоматике? Что за нудятина, автор? Мы такое в школе проходили? А самое прямое отношение? Эмоциональная сфера человека развивалась вместе с головным мозгом, поэтому для понимания некоторых ее проблем и закономерностей нужно оценить временные промежутки, необходимые для того, чтобы мозг качественно изменился, так сказать, эволюционировал. В этой книге мы не будем обсуждать идеалистическую и религиозную теории происхождения человека, а лишь коснемся их для лучшего понимания сути рассматриваемых вопросов. Итак, вернемся к нашим приматам. 500 тысяч лет назад неандертальцы населяли территорию современной Африки и Евразии. Прошло еще примерно 250 тысяч лет, и в Африке появились представители вида Homo sapiens. Постепенно они вытеснили и заменили собой неандертальцев. Данные исследователей генетиков доказывают, что общий предок всех современных людей, так называемая митохондриальная Ева, жила 200 тысяч лет назад на территории современной Ботсваны. Примечание. Митохондриальная Ева. Имя, данное молекулярными биологами, женщине, которая была последним общим предком всех ныне живущих людей по материнской линии. Спустя еще 150 тысяч лет предки современного европейца, физически уже практически идентичные нам кроманьонцы, через Азию достигают Европы. И эти самые кроманьонцы живут еще примерно 38 тысяч лет, до того момента, пока цивилизация и усложнение общественных отношений начнут значительно влиять на них. 2000 лет для эволюции это практически миг, абсолютно недостаточный, чтобы что-либо качественно изменить в человеке на физическом уровне. Это все означает, что в современном мире со всеми достижениями науки и техники, с автомобилями, поездами, компьютерами и космической программой в обществе с многократно усложненной социальной структурой продолжает жить человек с мозгом кроманьонца, охотника-собирателя, появившегося на территории современной Европы, внимание, 40 тысяч лет назад. И, соответственно, нейрофизиологические системы мы унаследовали в практически неизменном виде с тех самых времен, когда основной заботой человека был поиск пищи и укрытие от непогоды. Пока запомним тот факт, что за последние 30-40 тысяч лет головной мозг человека практически не изменился. Глава 2. Стресс и гормональная система человека С древних времен люди замечали, что происходящие события влияют на их жизнь и здоровье не только напрямую. Получая удар по голове, человек может переживать не только физическую травму, но и травму душевную, связанную с негативными эмоциями. Необъяснимым образом на одно и то же событие разные люди реагировали очень по-разному, испытывали разные эмоции в разной интенсивности. Кто-то переносил невзгоды стоически и даже, может быть, слегка равнодушно, а кто-то остроэмоционально, надолго застревая в этом состоянии. В первом случае восстановление после травмы шло быстрее, во втором гораздо медленнее и могло спровоцировать осложнения и дополнительные проблемы со здоровьем. В чем разница между этими людьми? Ведь происходящее сходно? Современные ученые назвали реакцию на те или иные жизненные обстоятельства «стрессом», от английского «стресс», нагрузка, напряжение, состояние повышенного напряжения. В этой главе рассмотрим основы стресса. Мы помним, что тысячи лет жизнь человека практически никак не менялась. Ситуации, влияющие на жизнь и здоровье человека, веками оставались достаточно однотипными. А раз они не менялись, то и времени для адаптации к ним было предостаточно. Самым же напряженным, травмирующим событием для человеческого существа всегда была война с себе подобными. Но и тут поначалу все было не так страшно. Одно племя побеждало и прогоняло другое, и на этом все. До изобретения массового производства, средств связи, широкой механизации, война была в основном локальным событием. Она мало влияла на людей, которых непосредственно не затрагивала. Исключением являлись масштабные нашествия, вызвавшие уничтожение и переселение целых народов. В любом случае, процессы, связанные с войной, были растянуты по времени, что давало человеку возможность как-то приспособиться и физически, и эмоционально. Примечание. Война была медлительна, как по распространению, так и по интенсивности. Правила игры не менялись столетиями, что давало возможность, например, разделиться на касты и приспосабливаться поколениями к военным действиям. С изобретением средств массового убийства война значительно ускорилась. Все изменилось с приходом новой эры и значительным усложнением человеческого общества. В конце 19-го, начале 20-го века разразилась серия войн – русско-турецкая, русско-японская и другие. Потом произошла гигантская, доселе невиданная по масштабам бойня. Первая мировая война потрясла мир и так или иначе затронула очень многие страны, народы и общества. Принято считать, что в период войны было зарегистрировано более 80 тысяч случаев так называемой истерии или травматического невроза, который позже получил название посттравматическое стрессовое расстройство. В этот период начинает бурно развиваться наука о стрессе. Знаменитые врачи-психиатры Герман Оппенгейм, Жан-Мартен Шарко, Пьер Жане и всем известный Зигмунд Фрейд исследуют и описывают влияние тяжелого эмоционального состояния на здоровье человека. Немалый вклад в изучение стресса и стрессовых расстройств внесли и русские психиатры Петр Михайлович Автократов, Николай Иванович Озерецкий, Николай Николаевич Баженов, а также знаменитый Владимир Михайлович Бехтерев. Основоположником же учения о стрессе принято считать канадского ученого и врача Ганса Селье. Ганс Гуго Бруно Селье Годы жизни с 1907 по 1986 врач-эндокринолог, ученый-биолог, патолог, директор Института экспериментальной медицины и хирургии с 1976 года Международный институт стресса. Международный институт стресса.